всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня сегодня хочу сделать такой интересный расклад на мой взгляд в каком времени вы живете до живу ли я в настоящем застряли ли вы в прошлом или ожидаете в будущем будущего вот посмотрим коротенький я так предполагаю что будет расклад тайм-коды вы видите в описании к видео ну и позиции тоже перед собой и так отодвигаем камешки приступаем позиция номер один голубенький камешек сделаю я как триплет наверное три по три карты до 9 карт вытащу на каждую позицию мы посмотрим в какой из позиции у нас будет больше великих арканов если они будут присутствовать в таком времени я так предполагаю вы большее время и проводить мне кажется такие карты я взяла классику райдера что-то не мне кажется никаких большие интересным почему показались такие большие карты на 1 по размерам давно в руках не держала и так прошлое смотрим если великие арканы у вас прошлом так выпал аркан умеренности что у нас по прошлому да мы живете ли вы застряли ли вы в прошлом если честно то в большей степени да здесь выпала семерка кубков девятка жезлов и аркан умеренности говорящий о том что как-то вот вы периодически как будто бы пересматриваете свой выбор ощущение того что когда вы вспоминаете свое прошлое вы себе говорите а как было бы если бы я поступил вот так что было бы если бы я сказал вот так либо сделать что-то так или иначе то есть периодически вы как будто бы по семерке куб кубков выбираете разные варианты форматы взаимодействия причем это не простая ситуация по девятке жезлов а та которая в которой вы как каким-то образом набили шишки и вот аркан умеренности у нас как раз и говорит о том что перемены они происходят но они как будто бы происходят очень медленная какая-то трансформация вы прошлое не то чтобы не отпускаете а вы где-то залипаете в некоторых моментах вам просто нравится быть но вы это делаете как-то неосознанно а на автомате просто знаете вот как заезженная пластинка прокручиваете прокручиваете одно и то же в голове вам это в принципе ничего не дает но и с другой стороны вам и плохо от этого тоже не не бывает может быть в какой-то степени это вас каким-то образом трансформирует потому что аркан умеренности это все-таки алхимический процесс связанные с тем что вот мы доводим до совершенства до переливаем из одного кубка в другой для того чтобы знаете вот как как некий такой фильтр да когда золото начинаешь пропускать через сито да то есть песок проходит вода проходит и чистое золото остается но здесь вот примерно такое такой же момент также например как мы отделяем у яйца белок от желтка есть мы ломаем яйцо да и начинаем его переливать но перекатыватель как-то перебрасывать переливать из одной скорлупы в другую до для того чтобы желток остался в яйце в скорлупе а белок упал в посуду в которой мы отделяем желтка от белок то есть в этом тоже есть какой-то свой смысл вы как будто бы каким-то образом фильтруете что-то но вот девятка жезлов она говорит о том что в какой-то момент вот в этой иллюзорности в этих своих воображениях в этих фантазиях вы можете иногда залипать то есть вам это с одной стороны настолько комфортно настолько привычно что большей степени вы как-то вот ориентированы на прошлое но с другой стороны в этом есть тоже плюс что вот эти вот разные форматы проигрывания они дают вам какой-то вот момент обучения вы делаете какие-то выводы что вот а если бы я вот так поступил то что было бы если бы я вот так сказал то что было бы и вот проигрывая не одной какой-то ситуации с разных сторон она вас это знаете как-то своего рода некое моделирование на будущее как нужно поступать то есть вы как будто бы продумываете ситуацию как как шахматы до стратегию какую-то свою выстраивается но причем здесь какая-то стратегия она связана и именно с прошлым на основе вашего прошлого где-то может быть вы понимаете что какие-то вещи идеализировали чрезмерно и вот это вот привело то есть вас к чему-то каким-то результатом до где вы получили опыт в большей степени еще расскажу это приносит вам какое-то удовлетворение параллельно с какими-то знаниями и параллельно с какими-то с каким-то вашим переосмыслением но минус этого что вы очень много времени проводите в этом прошлом это это не то что вот знаете как-то созидательно сел проанализировал ситуацию сделал какой-то вывод и взял все необходимое пошел дальше нет вы можете у долго очень прокручивать вот прям одно и то же одно и то же где-то вас это расслабляет где-то вас какая-то ситуация может умилять где-то вот вам особенно если что-то травмирующие да вот вы как будто бы через эту ситуацию если смотрите в негатив вы как-то себя доказываете тоже здесь какие-то воспитательные методы идут вашего прошлого так смотрим живете львы в настоящем король кубков тройка жезлов и аркан повешенного да то есть в настоящем тоже но в великий аркан у нас повешенного все-таки когда тоже некая такая стагнация когда что-то не развивается вроде бы вы знаете вот по тройке жезлов я принял какое-то решение на основе прошлого по королю кубков и готов двигаться вперед но опять что-то меня останавливает то есть вот вы сделали выводы вы готовы уже проживать вот в моменте здесь и сейчас и потом опять стагнация а потом опять остановка потом что-то что вам мешает что это может быть ну для кого-то может быть семья какие-то эмоции а поскольку это десятка кубков и десятка мечей да то есть не вас останавливает вот какой-то завершающий момент вы как будто бы не знаете такое ощущение что вот дверь открыл а войти не вхожу вроде бы я уже и ушел из прошлого так как дверь-то открыта меня только шаг но в будущее то я не иду вот вы как будто бы застреваете в этом переходном моменте почему нам сил не хватает на то чтобы пойти в новое страхи вас 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 останавливают страхи вот именно шагнуть вы застреваете из-за каких-то своих страхов переживание волнение возможно знаете еще того что вот в этом новом надо будет чему-то учиться то есть опять заново здесь как будто бы вот это вот усталость приходит а то есть одной стороны да я устал я хочу это завершить а с другой стороны ой опять заново вот это вот начинание не хочу опять учиться поэтому вы зависаете в прошлом здесь идет самосаботаж вы саботируете себя чтобы не идти в будущее чтобы опять не начинать цикл заново чтобы не учиться что вам не нравится в этом учении смерть что надо трансформироваться колесо фортуны что надо меняться вы не хотите вы не любите меняться вы не любите меняться вы не 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 хотите быть в этот бесконечно знаете начало конец начало конец вы не хотите быть в этих циклах хорошо смотрим дальше ждете ли вы будущего нет вот вы тот человек который проживает в прошлом большей степени потом у нас идет в моменте здесь и сейчас вот она будущего нас выпали малые арканы это вот двойка двойка жезлов двойка мечей и пятерка жезлов карты краски говорящие о двойственности да то есть вы сомневаетесь по двойке жезлов топчетесь на одном месте никак не решайте не можете принять решение по двойке мечей присутствует некие сомнения тоже надо не надо получится не получится то есть очень много неуверенности в себе и вот какая-то внутренняя внутреннее сопротивление по пятерки жезлов у меня не получится знаете как будто бы неуверенность но у меня такое ощущение поскольку это малые арканы это как будто бы некая такая отговорка от того чтобы не пойти вот в это новое которое мы говорили да не не меняться то есть придумывайте себе все что угодно чтобы не не меняться здесь нету желания здесь нету уверен я не уверена почему у вас есть вот это вот неуверенность да вы же неоднократно проходили цикла почему вы понимаете у вас нету страха неизвестности за будущего вы осознанно не идете в будущее потому что не хотите начинать цикл заново не хотите перемен в их не хотите не то что вы там что-то там боитесь особенно вы их не хотим не хотите перемен не хотите менять себя не хотите решать себя каких-то удобств какого-то комфорта откуда у вас это неуверенность но у вас было в жизни очень много каких-то черед чередов а трудности сложности поражений не успехов вот вы устали от этого да то есть может быть вот очередная перемена вы не верите в том что она может быть позитивная вы сразу изначально идете через негатив потому что много негатива была вашей жизни восьмерка мечей говорит а множество кучи куча трудностей сложности которые вам надо преодолевать вот вы вот эти вот преодолевания вы устали от них да нету ресурса поэтому изначально вы себя программируете на то что там не будет ничего хорошего не помимо того что это еще ответственность я не хочу быть одну то есть знаете как говорится легче хочу жить проще не хочу о чем-то думать не хочу чем-то переживать оставьте меня вот в том состоянии которым я сейчас хочу все я не хочу меняться я мне не нужен этот император мне не нужна вот это вот ответственность королева кубка бесконечные вот эти вот переживания волнения вот оставьте меня здесь да мне так хорошо комфортно я лучше буду думать про просто ну его баню это будущее не хочу не хочу вот такая вот у нас была с вами первая позиция так интересно вы проживаете смотрим позицию номер два красненький камешек значит мы триплеты делаем на три времени и смотрим в каком из триплетов больше великих арканов в том времени вы и находитесь в большей степени до большей своем времени карты глянцевые поверхность стала стеклянная не скользят так смотрим зависаете ли вы в своем в прошлом застреваете так здесь у нас сразу выпал аркан шута четверка жезлов и девятка мечей но мы говорили о том что ищем великие арканы до я вот просто думаю девятка мечей не думаю как-то знать стараясь ее ощутить здесь аркан шута не говорит про обнуление а здесь он говорит о некой такой знаете поверхностности легкомыслия какое-то знаете вот веселье прошлых лет вот как-то так вы как будто бы зависаете знаете вот в праздничном каком-то состоянии вот как день рождения какой-то вот предвкушение того как это было что это было вот вам в прошлом нравится больше здесь какая-то вот детскость воспоминания не знаю может быть пионерские лагеря может быть какие-то походы какое-то вот азарство когда дети шалят и вот что-то такое вот в это вот в этих энергиях в этих состояниях вы зависаете но почему у меня здесь выходит девятка мечей что меня смущает о чем это а семерка и дакли до карта ожидания такое чувство что вы знаете вот по семерке педакли вы как будто бы много-много вкладываетесь а результаты не получаете и поэтому остаетесь как-то вот в прошлом вы боитесь этого вы боитесь боитесь что вот может быть в настоящем либо в будущем ничего не получится до что вы не получите результата что будет какой-то опять перекос на много сил прикладываю а удовольствие либо результатов достойного меня я не получаю поэтому я ухожу в детство я ухожу вот вот эту легкость какой-то знаете беззаботным вот беззаботное время прошлом как-то вот здесь не ностальгия а какие-то вот такие яркие просветы у вас идут как воспоминания знаете вспышками не вы не не залипаете в прошлом а здесь вот знаете мысль как идет начинается с того что что-то вас начинает тревожить беспокоить и вы как-то думать о том что опять ничего не получилось даже слишком непропорциональный вклад вкладываю много а взамен получаю мало и может быть мне бросить это дело и потом следующая вспышка следующий кадр и ваша мысль а сразу перетекает а вот тогда-то и вот вы ушли в прошлое все пошла раз короткая картинки когда-то вот было легко тогда был праздник а вот было вот так я вот так делаю и вот этого получать и все и вас повело вот в прошлое и здесь первично с каких-то все это начинается с каких-то тревог с каких-то переживаний может быть чувство вины о том что опять не получилось может быть какая-то знаете какое-то разочарование но какие-то вот негативные моменты эмоции да вот включает вас вот этот момент что опять не так опять ждать вот этого слова опять и потом пошла раскрутка о том что вот так когда-то и вы ушли в прошлое хорошо он живете ли вы в настоящем смотрим восьмерка мечей десятка мечей и пожезлов нет настояло пашкин дакли в настоящем вы не живете здесь нету великих арканов здесь говорится о том что вы как-то знаете момент здесь и сейчас вы его быстро перепрыгиваете то есть вы как будто бы идет развитие да вы в моменте здесь и сейчас столкнулись с какими-то трудностями да ищите решение это задача понимаете что все тупик надо решать как-то эту задачу и вы ищете способ какую-то вот возможность может быть вам думаете надо вот чему-то научиться либо как-то вот что-то попробовать и потом гоп и вас сразу перебросило в какое-то другое время я посмотрю сейчас либо это обратно в прошлое либо это в будущее но в моменте здесь сейчас вы не живете вы как будто бы знаете таким транзитом поезд транзитом без остановки причем он как-то замедляет замедляет ход но мне показывают знаете трамваи я не знаю каких-то там старых там 40-х годов до 50-х годов когда в принципе они не останавливаясь просто вот замедляли как-то движение да кто успел спрыгнул кто успел быстро вот как-то все на ходу на ходу очень быстро быстро это идет и потом опять начиная движение то есть как будто бы остановки нету что у вас будущее может быть вы ждете будущее нет будущего здесь тоже нету великого аркана у нас под пожезлов пятерка педакли и тройка педакли причем вера в будущее она она не такая большая потому что пожезлов у нас говорит о том что да мне интересно вот после пожар после под пожар педакли да я хочу чему-то научиться я хочу получить какой-то шанс возможность потом возможно вы начинаете раскручивать эту картинку что это было бы за возможность и вам как-то сразу одной стороны интересно с другой стороны как-то трепетно боязно как-то неуверенно начинается дальше прокручивать свой мыслительный процесс сталкиваетесь каким-то кризисом что нет у меня возможно на этого нету денег либо у меня не получится либо еще что-то и то есть мне не хватает может быть помощи и поддержки какого-то партнерства и вы опять убегаете в прошлое то есть если первые позиции люди жили хоть немножечко в прошлом и в настоящем то вы вот как будто бы сразу убегаете в прошлое какого кризиса в будущем вы боитесь по пятерке пендакли дальнейшего движения дальнейшего движения потому что рыцарь жезлов и аркан солнца выпал да и да то есть солнце она пересекается с арканом шута обновления чего-то нового вот вам кажется что вы ну не получили вот именно детский подход неуверенность неуверенность в себе потому что нету если сказать какой-то вот приспособленности к жизни да есть какая-то вот незрелость неприспособленность я не знаю как вам сказать по-другому по аркану солнца какая-то вот наивность доверчивость чрезмерная открытость что ли вы боитесь вот именно слово наивность да она как-то больше здесь подходит потому что как-то вот из-за своей наивности то ли я не смогу отстоять свою позицию то ли я не смогу договориться но такое чувство что я маленький ребенок и мне все время нужно чтобы меня кто-то взял за ручку и вел то есть самостоятельно я пойти не могу здесь нету самостоятельности то ли я не знаю то ли мне не хватает запала да то есть вот на какой-то период есть я кто как-то я быстро перегораю и я не уверен что не уверена что это мой путь мне это надо это мое дело здесь все время будут проходить какие-то сомнения здесь взросления не хватает здесь как будто бы вы знаете такое чувство что вот это вот семерка пендакли это скорее всего ваш главный как будто бы урок вы находитесь в каком-то ожидании может быть в детстве был вот этот вот сценарий вы долгое время ждали знаете так то ли маму с работы ждали либо папу то ли вот вам вы хотите кушать вам мама говорит подожди еще не готова либо подожди остынет вот это вот слова подожди мы такое чувство что очень часто вы слышали своей жизни что вам надо ждать и вот вы привыкли что вам надо ждать чего-то и вот чтобы заполнить вот этот момент ожидания вы его как-то заполняете каким-то детским моментом вот у меня здесь этот сценарий идет что вы приходите на кухню говорить маме хочу покушать вам горит подожди еще не готова и вы играть хорошо тогда я побежал на улицу играть и вот вы убегаете на улицу играть все такое забываетесь на какой-то момент пока снова вас не позовут и вот этот вот сценарий он у вас как будто вы по жизни перенимается то есть зачем что-то делать во что-то вкладываться когда я могу подождать а пока чтобы не было просто пассивность я займусь вот какой-то игрой отвлекусь на что-то другое и вот здесь вот это вот отвлечение она у вас постоянно происходит и вот чувство что вы поэтому как-то не не взрослеете здесь какая-то вот подмена идет и ключ этой подмене он как раз таки вот в этом ожидании то есть вас как будто мы приучили ждать не брать самому а именно подожди то есть тебя позовут за тебя сделают тебе скажут тебе подскажут вот все за тебя сделать и вот вы как будто бы в своей голове привыкли вот к этой модели поведения вот как-то так интересно интересно здесь позиция получилась так ну хоть кто-то у нас там будущем живет нет какая-то позиция так смотрим позицию номер 3 зелененький камешек троечки смотрим вас значит по первой позиции люди живут в прошлом настоящим по второй позиции люди живут в прошлом посмотрим а вы троечки в будущем подживете вообще в идеале моменте здесь и сейчас ну ладно так значит я смотрю выкладываю 9 карты мы ищем в каждой троице по великому аркану там где есть большее количество великих арканов это будет для меня показать что вы в этом времени проживаете больше всего так ваше прошлое застряли ли вы в своем прошлом так выпадает аркан влюбленных пятерка пендакли и королева жезлов но смотрите у прошлое здесь для вас до актуально потому что выпал аркан влюбленных но как-то знаете как отправная . вы к ней возвращаетесь здесь нету залипания в прошлом но вы периодически возвращаетесь к этой точке как к никому такому перекрестку не показывает что когда вы начинаете какой-то путь проходите сталкиваетесь с какими-то сложностями по пятерке мечей да что вот вы где-то может быть не одержали победу да где-то что-то сорвалось где-то что-то не получилось так как вы хотите вы снова возвращаетесь к изначальной своей точки и пересматриваете что что там было не так что пошло не так где в каком моменте и вы снова возвращаясь к этому перекрестку заново начинаете путь для того чтобы прийти вот именно королеве жезлов как некой такой своей знаете независимости здесь как вот отправная точка конкретный момент выбора куда вы возвращаете здесь не каким-то сценарий продуман нет вы себя начинаете как будто вы знаете напоминаете себе периодически то куда я хочу прийти королеве жезлов откуда все началось то есть вы периодически отматываете в одну какую-то конкретную цель тогда когда было принято решение куда я хочу пойти вектор вы как будто бы себе напоминаете но напоминаете то куда вы идете не через будущее ну то есть я например хочу стать успешным мастером своем деле да допустим успешным торологом вы себе не напоминаете постоянно о том что я хочу стать успешным торологом а вы себе говорите а с чего начался этот путь откуда у меня появилось это желание стать успешным торологом что что предшествовало этому вы как будто бы идете из прошлого здесь как некое такое даже не убегать не от прошлого а как как будто бы все время напоминаете себе каких-то своих истоков допустим я хочу быть успешным либо я хочу быть счастливым вы не говорите себе будь успешным быть счастлива а вы всегда себе говорите я хочу быть успешным потому что я не хочу быть как мои родители я не хочу жить в бедности как будто вот этот вот момент там бедности не успешной своей семьи в прошлом каких-то своих неудач этого служила для вас какой-то отправной точкой вы себе все время напоминаете об этом у вас и так идет ваше прошлое живете ли вы в настоящем король жезлов ту жезлов семерка мечей нет здесь нету великих арканов нет настоящим вы не живете вот если второй позиции хоть они двоечки не живут в настоящем но они как будто бы в транзите да они замедляют как-то вот они все равно ее проскальзывает то вы как будто бы сразу вас выбрасывает в будущее вернулись к отправной точке в прошлом вспомнили откуда вы начали свой путь я не хочу никогда голодать я не хочу жить нищете я не хочу никогда болеть поэтому я иду своему успеху и следующий момент у вас сразу начинается служа жезлов обидцы и король жезлов то есть вы идете дальше вы как будто бы сразу перепрыгиваете в будущее но перепрыгивая в будущее вы сталкиваетесь семерка мечей какой-то с каким-то обманом вы сразу себе говорите а у меня нету сил пока а у меня нету сил то есть вы оттолкнулись как трамплин вроде бы прыгаете и ныряете в этот бассейн и где-то на посередине да то есть вы уже видите как вы входите в воду как вы получили уже золотую медаль но в какой-то момент вам кажется что то ли разгона недостаточно было то ли еще что-то то есть мне как будто бы сил не хватит вынырнуть как-то здесь вот такой образ у меня идет трудно трудно я понимаю куда я иду я понимаю для чего я иду вроде бы я как-то включаюсь в этот процесс а потом сразу себя останавливаю говоря о том что нету сил нету сложно сложно я вот как будто бы остановка не получится а сразу начинаете а осторожнитесь сразу как-то начинаете как-то саботировать себя и старайтесь как-то сразу завершить завершить этот процесс чтобы не пойти в новое вот в это не даже не новая в будущее против как-то хорошо 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 идете да есть амбиции по тузу жезлов да есть прям планирование этого будущего вы видите этот успех вас он наполняет потом гоп и и что-то сразу включается вот этот вот сценарий что нет у вас даже это не сомнение а у вас какая-то сразу защитная какой-то эта реакция получается этот тумблер вы переключаетесь на то что нет сил нету я не потяну я не смогу и вы сразу опускаете свои шторы и все я эти жалюзи я мне туда не надо да я сразу прикрыла эту свою лавочку здесь еще расскажу здесь не то что нет здесь не про неуверенность а здесь какая-то мысль о том что я не потяну физически не потяну здесь какой-то сильный блок стоит носим на такое ощущение что вот я куда-то упираюсь я куда-то упираюсь головой и мне не дает вот я как будто бы раз-два пробую головой куда-то упереться чтобы выйти в это в это новое даже не новое вот туда куда я иду у меня не получается я говорю и ладно у меня такое ощущение что вы знаете вот как при родах голова ребенка выходит и и потом идет застревание и вы говорите а ладно и вернусь обратно какая-то регрессия происходит то есть я я вроде бы тыркаюсь там раз два но потом я не хочу преодолеть вот этот вот барьер я его не преодолеваю я снова идет откат как-то как это ремиссия да то есть возврат возврат к прошлому идет здесь какой-то блок стоит у каждого он свой но вот по аркану силы здесь какой-то блок по солнцу блок 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 на то чтобы идти хочется сказать светлое будущее в просвет какое-то вот просветление просвет вы не идете на этот свет как-то вот не идете гармонизация не можете принять как не можете решиться вот вам как будто бы я жду лет сил не хотай как решительности чаши я не буду сейчас копать не в этом смысл но здесь решительности не хотать здесь нету неуверенности очень причем интересный момент что вы сильный человек у вас силы есть вот как какое-то блок здесь какое-то слово ключевое есть которое вам когда-то было сказано либо вы себе поставили здесь какое-то слово как кто-то не дает не открывает не открывает что-то стоит не могу понять хорошо а ждете ли вы будущего так да 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 ура ура потому что выпало верховная жрица и императрица дам то есть два великих аркана да вы ждете будущего я хочу сказать ману небесную как какое-то волшебство чтобы причем знаете вы ждете этого будущего чтобы она вывела вас из четверки кубков из вашей апатии и самое интересное что не вы вышли по четверки кубков а вас как будто бы вытащили вас вытащили знаете причем силы какие-то женские такие мощные древние хочется сказать тут как знаете вот как природа почему там не идет а именно вот этого как природа то есть я не буду вот природа знаете вот процесс совместные матери и ребенка ребенок совершает свои действия для того чтобы выйти и мать ему помогает этими своими потугами до чтобы его вытолкнуть но природа есть всегда и повитуха есть и третье и вот здесь вот как будто бы мать помогает а ребенок отказывается совершать свой путь как будто бы не хотите родиться и вы говорите ну пускай меня повитуха вытаскивает вот то есть мама и повитуха императрица и верховная жрица то есть вот вот это вот верховная жрица пускай меня эти силы вытаскивают я ничего не буду делать здесь какая-то вот пассивность присутствует я не буду ничего делать я не буду сопротивляться но я и конкретно делать ничего не буду и поэтому я жду этого будущего что вот она как-то сама поэтому я сказала как мы она не без чтобы она как-то само случилось и такое ощущение что знаете вот как будто бы я нашел какие-то древние силы либо соприкоснулся с какой-то силой как-то вот иду по лесу нашел какой-то колодец нашел какой-то источник она как засветила засветила и вот прямо и мне пришло просветление то есть я в принципе ничего не делал но я наткнулся да я был в нужное время в нужный час я наткнулся на какую-то силу на какой-то источник и дальше она все сделала за меня там пришло просветление пришло озарение меня раскрыла как-то вот здесь так идет так интересно на верховную жрицу выпадает луна прям какие-то женские не знаю женские энергии к ощущению что вы знаете я ничего делать не буду я просто допустим пойду как ученик либо вот если вы занимаетесь практиками всегда говорю тройка потому что почему-то у меня здесь такие люди больше вот я попаду в какой-то ковин и там меня ведьмы научат что-то такое какая-то женская сила здесь идет интуиция мне интуиция подскажет мне женщины подскажут как какой-то лунный цикл поможет шанс причем знаете шанс от какой-то силы которая не совсем то ли проявленная не совсем чистая вот она какая-то мутная здесь скорее всего с хитростью как-то поэтому и связано здесь не солнце когда все ясно прозрачно здесь вот как-то мутно обманчиво какой-то шанс но батон имена обманчивые так интересно я вот спрашиваю смотрю расклад вроде бы на время дам а мне показывают какой-то ваш сценарий причем я неоднократно говорю по тройкам вот здесь какая-то такая знаете семейная тема у меня проскальзывает ну чтобы было кому-то понятно да я не использую это слово род но здесь какие-то родовые идут истории здесь семейные какие-то вот именно наследственное что-то женскими энергиями идет я не могу понять даже если вы мужчина здесь независимо от вашего пола здесь вот что-то женщинами было связано не знаю не могу понять что такое туманное вот какой-то вот нечистое что-то идет здесь какие-то силы нечистое и вот они как будто бы на вас влияют ладно не про это было но в любом случае ждете ли вы будущего да вы ждете какую-то вот может быть помпом поддержку помощь от матери какие-то эзотерические знания вот я этому как будто бы научусь и потом я это буду применять и мое будущее изменится здесь вот какая-то такая хитрость например я буду заниматься таро либо проводить ритуалы вот здесь какой-то такой вот уровень да какие-то вот ритуалы буду проводить там я не знаю отливку на свечах это вот деревенская такая примитивная магия простенькая примитивная в плане простенькой и вот как-то это повлияет там я не знаю смогу протянуть благополучие смогу протянуть там я не знаю это мужа себе партнера что-то такое смогу протянуть какой-то шанс вот мне почему-то здесь идет уровень ведьмовство вот какое-то вот колдовство что-то такое вот про простенькая простенькая в плане и магической иерархии да то есть здесь до магов вот прям очень далеко мага в плане ученых до понимания как устроен мир понимание мировоззрения здесь нету здесь вот прям знаете так наук на уровне примет черная кошка пробежала мне туда лучше не надо идти там женщина с пустыми ведрами коромыслом прошла сегодня будет плохой день вот как это такое вот на таком каком-то уровне да вот здесь поддержка на это не хорошо это неплохо я никого не высмеиваю я просто показываю вот эту вот картинку она мне как-то удивляет вот своей энергией в ней присутствует какая-то сила но она своей конструкции ну вот допустим есть это инфузория туфелька и там я не знаю клетка живого человека разница вот прям огроменная да здесь одноклеточная а здесь какой-то уже более такое многоклеточное более структурно понятное но дни показ вот это вот привитимизм какое-то такое ощущение может быть это связано с тем что то что вы хотите получить это вот просто как шанс но он такой знаете но слишком слишком поверхностный слишком ну не ваш не ваш плане того что но здесь есть вот семерка просто фонит семерка мечей понимаете какой-то самообман это когда есть вот эти вот пранки которые показывают там например спортсмены успешные футболисты там баскетболисты переодеваются в каких-то стариков и выходят на площадку типа я старик и я не могу а потом там забивает голы либо попадаю там на большом расстоянии в шумой по-русски забылка называется в сетку да если баскетбол играешь то есть и все так а ты типа старик и как у тебя это получилось здесь кого такое какое-то ощущение знаете как пранк вы как будто бы сами себя обманываете если вы как там не знаю олимпийский чемпион а прикидываете что вы там я не знаю приходите 10 на 100 метровку то как вы бегали там на золотую медаль здесь что-то такое вот примитивное происходит вы вот этом будущем ждете для того чтобы как-то вам кто-то помог хотя на самом деле вы можете сами себе помочь то есть вот как-то здесь тоже по на придумывали ладно вот такой расклад интересный сегодня на склад получился по моим ощущениям в плане того что вообще другое ожидала другое получилось но как говорю неоднократно то есть мои ожидания они редко когда совпадают с тем что я делаю надеюсь расклад понравился было интересно пишите свою обратную связь вот кто понял в каком времени живет и почему и дайте мне тоже знать пожалуйста а я с вами прощаюсь пожелаю вам всем отличного настроения мои позитивные энергии вам на выходные заряжайтесь и жду вас понедельник всем пока пока